Генрих Сабгир – русский советский литератор, драматург, переводчик. Один из известнейших детских писателей, книги которого легли в основу десятков художественных и мультипликационных фильмов для малышей. С творчеством писателя Генриха Сабгира знакомы большинство родителей, но немногие знают, какой разносторонней и удивительной была его биография. Жизнь переводчика и авангардиста была полна неожиданных поворотов, ярких взлетов и досадных падений. По сценариям Генриха Вениаминовича было снято почти шесть десятков мультфильмов, среди которых такие шедевры, как «Легенды о Греге», «Принцесса и людоед», «Про Фому и про Ерему», «Как ослик грустью заболел». Сказка Генриха Сабгира «Мой друг Зонтик» рассказывает о настоящей дружбе и о том, кто такой настоящий друг. Генрих Сабгир «Мой друг Зонтик» Эта сказка началась в голубой летний день. Шагал поросенок в гости по лесной дорожке. Вокруг все вдруг потемнело и хлынул проливной дождь. А поросенок свой зонтик дома оставил. Спрятался он под большим деревом. Стоит, беспокоится. Так ведь и в гости можно опоздать. Слышит поросенок, идет кто-то по дороге. Большой, топает, шлепает, дождя не боится. А это слоненок, вот кто. И песню поет. Люблю слоняться под дождем, разбрызгивая лужи. Ведь дело в том, что под дождем растут и нос, и уши. Растут деревья под дождем, и яблони, и груши. Но в основном у всех слонов растут и нос, и уши. Посмотрел на большие слоновьи уши поросенок, и показалось ему, что слоненок похож на зонтик. Хочешь со мной подружиться? Деловито спросил поросенок. Хочу, застенчиво потупился слоненок. Друг для друга сделает все, сказал поросенок. Хочешь, я для тебя польку бабочку спляшу? Поросенок плясал и прыгал под деревом. И слоненку казалось, что это толстая розовая бабочка с питочком. А можно я для тебя что-нибудь сделаю? Робко предложил слоненок. Можно, давай, обрадовался поросенок. Спрячь меня под дождя. Тогда мы в гости пойдем. Поросенок залез под слоновье ухо и выставил оттуда нос пятачок. Так они и зашагали под дождем прямо к дому кролика в гости. Кто это? Удивился кролик при виде слоненка. Что за чудак? По-моему, я его не приглашал. А, это мой новый зонтик. Он меня от дождя прячет. Не растерялся поросенок. Но если так, рассудил хозяин, поставь свой зонтик в угол. Постой, пожалуйста, немножко в углу ради меня, попросил слоненка поросенок. Слоненок вздохнул, но делать нечего и встал в угол под вешалку. Он опустил нос и уши у него уныло повисли. Он и вправду стал похож на большой, сложенный в углу зонтик или плащ-дождевик. В это время пришли остальные гости. Белочка и мышонок в белой панамке. Давайте играть в интересную игру. В поезд, предложил кролик. Все ухватились друг за друга. Поехали. Всем было весело. Поросенок дудел и пыхтел. Он был паровозом. А слоненок стоял в углу. Вдруг поезд остановился. Даже попятился. На пути стоял слоненок. «Можно я буду паровозом?» попросил он. «Но ведь паровоз я!» удивился поросенок. «Но ведь я больше похож на паровоз!» возразил слоненок. Он поднял хобот и задудел. «Ту-ту-у!» И все увидели, что слоненок действительно очень похож на паровоз. «Ты что?» «Ты кто?» разволновался поросенок. «Ты мой зонтик!» А зонтики должны стоять в углу. Слоненок обиделся и ушел. Сразу всем стало грустно почему-то, и все заторопились домой. «Ну и пускай!» сказал поросенок. «Пусть уходит!» «Дождик уже кончился!» «Попрошу завтра вас всех ко мне в гости!» А на завтра была ужасная жара. Вышел поросенок на крылечко и увидел, что цветы на его клумбе совсем-совсем завяли. «Бедные мои цветочки!» заплакал поросенок. «Надо вас скорее напоить!» И побежал к своему колодцу. Так спешил поросенок, что случилась беда. Упустил ведерко в колодец. «Как быть?» И тут он увидел, идет мимо слоненок. Полный хобот воды набрал, сам себя на солнышке поливает. «Да это же настоящая лейка!» «Будь другом!» Попросил поросенок. «Полей мои цветочки!» «Видишь, совсем завяли!» Хоть и обижен был слоненок, но жалко ему стало цветы. Опустил хобот в колодец, поднял вверх и превратился в радужный фонтан. Сразу ожили цветы, лепестки расправили, выпрямились, яркими красками заиграли. А тут и гости пришли – кролик, белочка и мышонок. «Смотрите, какая у меня чудесная леечка!» – хвастался поросенок перед гостями. «Самополивальная!» И все снова стали играть в интересную игру в поезд. И паровозом снова был поросенок. Он и хрюкал, будто паровоз пар пускает. И тут на пути стал слоненок и затрубил. «Как паровоз?» «Ты что? Ты кто?» – кричал на него поросенок. «Ты леечка! А где лейки должны стоять?» «В сарае!» Слоненок обиделся и ушел. Навсегда. «Где же слоненок?» – спросил кролик. «Он обиделся!» – сказала белочка. «Ну и пусть!» – сказал поросенок. «Все равно цветы уже политы!» «Да!» – удивился кролик. «А мы думали, это твой друг!» – сказала белочка. «До свидания!» И тут поросенок покраснел. Ему стало очень стыдно. Сидел поросенок на крылечке и скучал. И дома нехорошо, и в гости как-то не хочется. Вспомнился ему слоненок. Какой он был добрый! Настоящий друг! А он взял и обидел друга. Что же делать, если обидел друга? Очень просто. К другу надо идти. Конечно, к другу надо идти. На зеленой ромашковой поляне на высоком клее сидел слоненок и сочинял. При свете солнца и луны шагаю я проселками, и мысли все мои полны одними поросенками. Как поросенок в мою песню попал? Разве я хочу его видеть? – удивился слоненок. И вздохнул. И тут из чащи выбежал поросенок и остановился. «Ура! Нашел!» – сказал поросенок и отвернулся. «Ура! Пришел!» – закричал слоненок и тоже отвернулся. «Ты зачем пришел?» – спросил он. «Просто так!» – сказал поросенок. «А можно я тоже для тебя кем-нибудь буду? Барабаном, например? Тогда я буду трубой!» – обрадовался слоненок. И они затрубили и забарабанили. И стали вместе плясать Ольху-бабочку на зеленой ромашковой поляне.